всем доброго времени суток каратель или фрэнк кассел антигерой во вселенной марвел что в отличие от того же паука предпочитает не ловить преступников передавая их полиции а выбивать дури стреляя в упор из дробовика или заталкивая голову злодею в вентилятор а то искармливая акулия ну а данные игрушки я вспомнил не только из-за ее жестокости в расправах над врагами но и из-за парочки интересных геймплейных моментов что выделяют данный проект среди сотен подобных история появления карателя в принципе довольно банально семью фрэнка убивают после чего наш герой решает отомстить всем кто за этим стоит попутно вырезая и других бандюганов при этом у нашего протагониста лишь один приговор виновным это смерть сама история начинается с того что наш герой или антигерой после очередной зачистки сдается полиции о своих похождениях он рассказывает двум инспекторам что пришли взять у него показания начало игры встретит нас довольно посредственной и размытой графикой которая даже в свое время смотрелось не ахти далее по ушам может резануть замечательным русским переводом если вы конечно играете в локализацию выполненным по ходу на отвали и ладно бы если бы перевод был пиратским но нет им занималась компания русабит м и честно сказать будь у игры субтитры я бы играл с английской озвучкой так как там актеры действительно играют они читают с листочка не понимая о чем вообще идет речь но хватит о плохом тем более что дальше проект начинает преподносить нам и интересные моменты совместно с обучением объясняя не только как бегать и стрелять но и проводить допросы красиво казнить и спасать невиновных и все это между перестрелками под довольно неплохим музыкальным сопровождением в общем если вы переборите себя и не удалите игру после первого уровня ссылаясь на графоне и озвучку то дальше каратель скорее всего затянет вас свои сети до самых титров игра разбита на 16 миссий причем их продолжительность варьируется от 50 минут за забег до 40 50 на средней сложности каждый уровень представлен коридорные локации где нашей целью является добраться из а в б круша всех кто на нас плохо посмотрит и в конце завалить босса в общем все довольно просто и знакомо но на деле интересно ведь проект помимо стрельбы приготовил для нас свои сюрпризы о которых я поведаю чуть позже а в начале расскажу о классических вещах и так как упоминалось на пути к каждой цели карателя будут ожидать толпы врагов виртуальный интеллект вражин довольно средненький завидев нас они стараются спрятаться за укрытия поплевывая в героя из своего оружия ну а меняют они свое укрытие крайне неохотно даже если мы его обойдем естественно как это часто бывает в шутерах враги имеют свою модель повреждений так голова почти всегда критично но попав противнику в руку есть шанс что он выронит свое оружие к тому же разработчики заморочились и не только дали возможность карателю ваншотить рядовых врагов ближнем бою ну и сделали множество видов добиваний зависимости от того какое оружие у героя в руке с какого боку он подойдет а также что в момент убийства враг делает из-за чего даже банальная перестрелка становится интересной плюс фрэнк временно может впадать в ярость шкала ярости накапливается после удачных допросов и красивых убийств в этот момент время замедляется и герой меняет свое оружие на ножи который он довольно метко метает в оппонента и может довольно быстро уничтожить несколько стандартных врагов при этом на ранение ножом есть своя анимация когда враг пытается его вытащить заливая все кровью с боссами конечно веселее помимо стандартных главарей банд что от рядовых врагов отличаются разве что более внушительным здоровьем и более крутыми пушками но в целом опасности не представляют есть и те которых так просто не возьмешь и нужно искать их уязвимые места но могу сказать что по крайней мере на среднем уровне сложности проект довольно простой и гибнуть мы будем разве что по неосторожности хотя погибать тут ой как нежелательно а все из-за чекпоинтов до стандартных сохранений загрузок тут нет а чекпоинты расположены не так уж и часто и может возникнуть ситуация когда мы вынуждены будем проходить пол уровня только из-за того что или поспешили или случайно гранатой убили невиновного они тут будут плюс враги очень любят ими прикрываться хотя если невиновного убьет соперник то ничего страшного не случится главное чтобы не каратель с собой фрэнк может таскать два вида пушек из кучи экземпляров что открываются по мере прохождения конечно же чем дальше по сюжету тем интереснее стволы при этом перед каждой миссией мы вольны выбрать оружие на данное задание но в процессе при желании можем и подобрать другое если допустим закончатся патроны стоит сказать что каратель вполне способен стрелять из двух рук при наличии одинакового вооружения вот только при этом будет сильно страдать меткость также в процессе прохождения помимо убийств бандитов можно и допрашивать после чего конечно пустив расход в целом допросы мало что дают в плане информации однако позволяют получить больше очков рейтинга который можно потратить на прокачку прокачка тут довольно простая и состоит из нескольких пунктов где за заработанные баллы мы приобретаем необходимые бонусы для героя или для улучшения оружия при удачном допросе можно получить доступ к каким-то закрытым комнатам с оружием или же запугать врага так что он отвлечет своих коллег от нас видов допросов несколько и для их осуществления нужно сыграть мини игру где необходимо удерживать специальный ползунок на отметке страха при этом опять же стоит помнить что запугать торчка намного легче чем закаленного в боях ветерана ну и на уровнях будут находиться специальные точки на которых можно более успешно кого-то допросить а временами это единственный вариант выбить признание или точки позволяющие более эффективно прикончить злодея опять же получив дополнительные очки рейтинга после уровня мы попадаем свою квартиру где сможем ознакомиться с материалами наших дел вырезками из газет фотографиями прокачать карателя взять оружие для следующей миссии и можно снова отправляться нести добро через море крови несмотря на простенький сюжет ужасную локализацию и размытую графику в целом сама игрушка весьма интересна и вполне способна подарить вам несколько часов веселья после тяжелого трудового дня или учебы когда просто хочется расслабиться не напрягая мозги а на сегодня все всем удачи и подписывайтесь на канал